Итак, запись я включил. Начинаю травить байки. Так вот, это мьянмарские деньги. Это я перешел границу. Оказалось, что за то время, которое прошло, момент написания тех отчетов, которые я читал в интернете, за то время мьянма нехило так прокачалась. То есть еще в 16-м году у них действительно не было мобильной связи, мобильного интернета. У них на улицах сидели за столами жиночки с дисками и телефонами. Если ты хотел кто-то позвонить, ты просто подходишь к этой жиночке и говоришь, что мне такой номер, она тебе его набирает на диске, циферки. Барышня Дайди Смольный. У них действительно не было банкоматов, не было, не было, не было ничего. Потом там пришла к власти зная, ужасная, страшная хунта. И сделала много, много злых, ужасных, страшных дел. То есть они ввели принудительное бесплатное образование, принудительную вакцинацию. Там ездили по селам, всех вакцинировали, в школы отдавали. Ужасные вещи творили. Страшная хунта. А это мне морские деньги. И вот этот веер у меня в руке. Это, ой, чтоб не соврать. Ну, долларов 100, кажется. Все-таки какие-то очень-очень небольшие деньги, но у них курс за 1 доллар дают несколько тысяч местных денежек. Так, а это не те фотографии. Сейчас я пролистаю, подождите. Вот. Собственно, первое, что я вижу, когда заезжаю в придорожный поселок дикой, нищей, страшной мьямы, да, я вижу абсолютно хипстерскую кофейнку с отличным кофейком. В общем, местные сидят в смартфонах. То есть, действительно, оказалось, что за пару лет страна прошла путь, который многие страны, другие проходят, я не знаю, за 10-15 лет, а некоторые так и не проходят. То есть, оказалось, что у них сейчас все очень-очень даже, даже очень. Вот. Местные. Местные носят юбки. Во многих странах, на самом деле, Азии, мужчины носят юбки. Не такие, как килты, да, а просто кусок ткани большой, обмотанный вокруг пояса, на Шри-Ланке, в Малайзии, в Индонезии, в Мьянме. Мужчин носит юбки, называется Сарунг. И, да, Мьянма, по большей части, мусульманская страна. То есть, женщины ходят в хиджабах. Вообще, на самом деле, называть Мьянму страной не совсем правильно, что Мьянма. Это 8 стран, которые договорились между собой как-то с оговорочками, что у них есть один центр, одно центральное правительство. И вот они ему плюс-минус подчиняются. Но там в каждом из 8 штатов своя народность, свой язык, своя письменность, своя армия. Я удивлен, как они вообще договорились, что у них общие деньги на всю страну. Когда пересекаешь границу между штатами, допустим, штат Шен и штат Карен, четко видно, что ты проезжаешь как в другую страну. Даже в Индии, где штаты очень сильно отличаются, такого контраста между средними штатами нет. А в Мьянме четко заметно, как ты проезжаешь в границу штатам, другая одежда у людей, другой типаж лиц у людей. Другой народ, совсем другой народ. Пейзажи Мьянмы. Вот это вот отельчик. Отельчик как отельчик, если бы не один нюанс. Это город Непида. Город Непида – это вообще город, про который мало кто слышал, знает. И вообще потому, что это новая столица Мьянмы. У них была столица Янгон, он же Рангун при британцах. Но прикол в чем, в Мьянме до сих пор очень сильно прислушиваются к астрологам. Есть придворные астрологи при правительстве, есть уличные астрологи, хироманты. У них это все до сих пор очень сильно практикуется. И мнение астрологов важное. Так вот, в каком-то году, относительно недавно, в конце 20 века астрологи и придворные пришли к президенту и сказали, царь-батюшка, тут такое говно, а переноси столицу. Зачем? Ну, говорят, переноси столицу, иначе быть в беде. И они там высчитали определенный день, определенного месяца, определенного года, на определенном количестве грузовых машин. Вывезли правительство в средину страны, там, где просто чертова степь и гребаная пустыня, и начали там строить город. То есть Непида – это город, который строится с нуля. Это, кажется, самая молодая столица в мире. И они его строят за дело на будущее. То есть там 6, 8, 10, 12-полосные дороги в городе, широченные, огромные просто дороги. Там четкая геометрическая разбивочка на кварталы. Там сделали отдельный квартал, у нас квартал правительства, квартал жилой, квартал шоппинг, квартал отелей. Но город только строится. Там по факту пока что ничего нет, кроме дорог, нескольких зданий, и зачем-то они строят там копии всех главных достопримечательностей страны, натуральную величину. Мы туда приперлись просто потому, что было интересно, как оно в страну. Туристов там нет от слова совсем, потому что там делать нечего. Но зато вот такой номерочек прекрасный, с включенным завтраком, шведский стол. Мы снимали меньше 20 долларов за двоих. Там еще двор с бассейном, спортзал, лакшери. А вокруг нифига. Вот этот вид из окна отеля, внизу бассейн, спорткомплекс, а дальше просто степь за степь кругом. Общественного транспорта, естественно, нет. Потому что вообще мало где, по Азии, есть общественный транспорт. Пришлось брать на бассейнчик, а дальше степь. Пришлось брать на прокат мопед. Точнее, я хотел взять на прокат мопед, но на ресепшене что-то не так поняли. И пригнали мотоцикл. Вот там, в Мьянме, я освоил мотоцикл, потому что кроме мотоцикла ничего не было, а очень хотелось покататься по городу, посмотреть. Но по таким дорогам отличные, многополосные дороги, на которых просто никого. Не грех было осваивать мотоцикл, если было не стрёмно. Трафик нулевой. Катаешься, катаешься, катаешься по абсолютно пустым, прекрасным дорогам. Ветер в лесу, всё прекрасно. И коровки пасутся. Вот та прекрасная штука, которую мне пригнали вместо мопеда. И я это фоткал, отправлял папе, спрашивал папа, как на этом ездить. В итоге чуть не спалил движок, потому что в отличие от мопеда, где-то ручку выкрутил и понеслась. В мотоцикле там какие-то передачи есть, скорости, нужно их повышать, поднижать. Я всего этого не знал, но я всё это за полдня освоил, потому что очень хотелось покататься. Вот это моё лицо, когда я выехал на 12-полосную дорогу, на которой снимался Топ Гир. Есть такая передача, где американские мужики на самых разных трассах мира гоняют на самых разных авто. И вот один из выпусков у них был как раз в Непида, на дороге, которую я сейчас покажу. Это копия главной погоды страны. Я не знаю, зачем они в столице вставят копию в натуральную величину всех главных восприимчивательностей, потому что могут, наверное. Правда, на закате это выглядит неплохо. Вот. Дорожка на 12 полос. Город Непида, Мьянман. Очень советую, есть где разогнаться, подрифтовать, кто что хочет. В целом Непида ни о чём. Абсолютно ни о чём. Я очень хочу туда приехать, может, лет через 5-10, чтобы просто посмотреть, что они с этим сделают. Мьянман не бедная страна, они активно строятся. И мне интересно, что будет из этого города лет через 10. Парк, тупо парк в центре. Да, правда, у них там в том году очередной переворот был, но в Мьянме это, я так понимаю, традиция, каждые 3-4 года создать правительство. Классно приходит новое. 3-4 года опять переворот, опять новое правительство. У них это так. Сезонная развлекуха. Местные. Особенность Мьянмы и мьянмарцев, они почти все ходят с вот такой штукой на лице. Штука называется Танака или Танака. Я не помню, куда-то ставится ударение. В чем суть? Такое дерево, которое растирается в порошочек и либо с водой смешивается, либо на лазериновой основе, но наносится на кожу. От солнца, от высыпаний, от раздражения, для мягкости кожи, рожи. Штука офигенная. Я покупал это в Мьянме, потому что она продается там везде, на каждом углу. Я покупал это с собой. Баночку. Штука реально офигенная. Лично для моей кожи лица она прям очень зашла. Питательный крем с SPF плюс 100. Ничего интересного. Просто городской парк. Да, еще чем интересна Мьянма, что там максимально разный ландшафт. То есть там есть вот такие вот степи пустыни. В центре страны пейзажи реально африканские. Такая саванна. Огромное пространство без нифига. Какие-то слоники бродят, кустики. Есть горы. В общем, достаточно высокие горы с озерами. И есть привычные, привычные для тех, кто там был в Таиланде или в Индонезии, привычные тропики. Плюс у Лианы есть выход к морю. И вот Саша Коломбича там была несколько лет назад. Говорит, это лучшие курорты пока что в Ювайзе. Потому что у них есть вся инфраструктура. Они построили там офигенные отели. Все включено. Невысокий ценник, потому что немного людей. И немного людей. И никаких руссотристов. В отличие от того же Таиланда или Бали, где их слишком много. Прекрасные меморские дороги. Это город Мондалай. Если кто-то читал Киплинга, у него было, по-моему, несколько произведений про этот город. Потому что когда британцы колонизировали Индию и активно шастрили в те края. У них была база в Мондалай. И они в целом активно шастрили в Мондалай. Это в отельчике. Приветствие такое милое. Вообще это было очень мило. Там такое ощущение, что работники отелей насмотрелись британских фильмов. Про дворецких. И на основе их, как косплеили британских дворецких. То есть там ребятки в ливреях, в белых перчатках. Они просто супер рады, когда к ним приезжают иностранцы. Потому что Мьянман до 16-го года или до 14-го года была вообще закрытая страна. То есть они не пускали к себе иностранцев. Потом начали пускать. Но это немного лет. И местные действительно все еще искренне радуются. То есть они не видят в тебе мешок с деньгами на ножках, как в некоторых странах. Интуизм уже давно. А они просто искренне рады. Они подходят пообщаться, кто индусом владеет. Притом тоже подходят пообщаться. Не вот это вот one photo please, как в Индии часто бывает. Просто подходят поговорить. Откуда вы? Что вы? Как вы? Как вам наша прекрасная страна? Городок. Городок Монталай. Городок своеобразный. Местами явно колониальная застройка. Местами начало 20 века. А местами вот. Да, в Мьянме очень-очень-очень-очень в ходу. Очень распространена реклама именно мужских уходовых средств, мужской косметики, потому что там не считается зазорным, чтобы мужчина тоже ухаживал за собой. Более того, по моим наблюдениям, субъективная имха в Мьянме самые красивые мужики во всей Юго-Восточной Азии. Вот у них какой-то интересный типаж внешности. Они прям такие... Эх! Мандалай. Мандалай. Лето плюс 35. Это не смог, это не туман, это просто дымка. В жарких странах, в сухой сезон, в той же Индии летом бывает, вот такая вот дымка. Школа кунг-фу. У меня под отелем была школа лобовьих искусств. Академия. Про традиционную еду не скажу ничего, потому что кухня у них довольно бедная, банальная. Жареный рис, жареные курицы. Такое. Женщина с медрами. Женщина с медрами. Вот так выглядит Мандалай. Это второй по размеру город в Мьянме. Культурная столица, все дела. Почти в каждой стране есть официальная столица, деловая столица, там где правительство, и культурная столица. Культурная, неформальная, студенческая столица. В Мьянме это Мандалай. Да, штат там, где Мандалай, он индуистский. Ничего необычного. Просто китайский черный католический костел. Да, насчет интернета, кстати, не изменилось. Вот у них появились банкоматы, появился мобильный интернет, но качество его соуслоу, поэтому поработать мы ходили в кафешке. Так я это костел и нашел. Обратите внимание на количество пешеходов. Их нет. Вообще, я уже это говорил. Для тех, кто не был раньше, я повторюсь еще раз. В Южной и Юго-Восточной Азии в большинстве мест и стран пешком не ходят. Во-первых, потому что зачем, если почти у каждого есть мопед, а то и не один. Во-вторых, жарко, нет особо тротуаров пешеходных. Ну, как-то не приспособлена местность для этого. На том же Бали сходить за хлебушком ты можешь километр прогуляться. Но зачем, если ты можешь сесть на мопед и поехать? А в Таиланде было так, что хозяин жилья, который я снимал, чтобы снять показания счетчиков, вот он жил через дорогу, он выходил, заводил мопед, переезжал на мопеде через дорогу, подъезжал к дому, где я снимал комнату, снимал показания, садился на мопед и уезжал обратно. Вместо того, чтобы пешком береги дорогу. С пешком в тех краях не ходят почти вообще. Флаг Мьянны мне нравится чисто визуально. Похож на флаг Литвы, кажется. Да, по-моему, Литвы только со звездочкой. Обычная картина поезд в городе. Да, на головах там носят все и все. Это традиционная мьянмарская, бирманская письменность. Кружочки, 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 кружочки. Кстати, очень похожая письменность в восточных регионах Индии. Я думаю, что они где-то рядом родственные. Стритфуд в Мьянме я не ел, потому что из всех стран, где я был, в Мьянме уличная еда выглядела самой такой невдушающей доверия. В том же Таиланде есть уличную еду можно смело, вообще смело. В Мьянме как-то я посмотрел на это все и пошел дальше. Вот тоже местные все станакой на лице. Да. Угадайте, что. Ага, вижу. Включил. Привлем. Это что-то туристическое? Нет, это очень местное. Следующий вариант. Городской транспорт, автобус? Нет, 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 это свадьба. Если вы говорите, что это вальчик, но только идет по асфальту. Это свадьба. Потрясающе, честно. В Мьянме очень любят, там у них много общего с Индией. Как и в Индии, они любят, чтобы было ярко, громко и всяческое и нане. Свадебный поезд, свадебный автобус, я не знаю, что это, это все колонки, вот сверху колонки, сбоку колонки, то есть его сначала слышно, а потом уже видно. И мьянмарцы очень любят, чтобы было громко и ярко. Позже покажу храмы в том же Мандалае. Таких ярких храмов я не видел нигде. Местные. кондоминюмы, так сказать. Пешеходов видите, а их нет. Я даже не буду это комментировать, к сожалению, такое встречается в очень многих странах. Вот это интересная локация. В Мандалае есть Королевский дворец. Там, когда была монархия, Королевский дворец, который находится на территории действующей военной базы. То есть вот там за стеной, там военная база, большая военная база, на входе там стоят солдатики с автоматами, тебя там досматривают, дают пропуск, и ты идешь через территорию военной базы, в центре которой стоит дворец. Позже будут фотографии этого дворца, фотографии базы не будет, простите, фоткать там нельзя. Вот дворец прекрасный, королевский, но ты к нему идешь мимо плацов, там военная техника, солдатики маршрут, генералы какие-то на велосипедах ездят. Ты через все это идешь такой окей. Вообще, Мьянма очень военизированная страна, когда вот началась активная фаза войны России с Украиной, ходил же топ армии мира, и армия Мьянмы входит в топ топ-10. Кто бы мог подумать, какая там Мьянма, которую мало кто знает, но их армия входит в топчик армии стран мира. Пропуск дают специальный, что там может находиться. Дворец, там даже не дворец, там большой комплекс, меньше, чем запретный город в Пекине, но большой, и все павильоны, они деревянные. В этой части Мьянмы редко бывают дожди, поэтому все отлично сохранилось. Такие деревянные колонны, деревянные крыши, деревянные полы, а внутри там нифига. Большинство этих павильонов, там либо фотографии на стенках, фотографии холестских особ, фотографии какой-то утвари, либо просто ничего, потому что там, как в Японии, когда нужно было, когда павильоны функционировали, там просто вставили перегородки бамбуковые, разбивали помещения на зоны, стреляли какие-то циновки подушки, а когда помещение не функционирует, это просто большой, пустой, деревянный павильон. Я внутри даже не фоткал, потому что снаружи оно все потрясающе красиво, вот прям мяу-вау, а внутри сарай, деревянный сарай с скрипучим полом. Но снаружи да, снаружи офигенно. Суперфотогеничное место. Фоток Винсту наделал over 9000, да, вижу. Включаю. Честно говоря, даже снаружи оно выглядит картонным почему-то. Потому что, наверное, тонкие деревянные стены. Ну, вот есть белые храмы, кажется, тибетские, они выглядят такими резными, каменными, сложными. Я не знаю, почему. Создается такое ощущение. Может, просто камера золота не передает или вот такой блеск. Ну, это не золото, это краска. А. Просто, ну, потому что в Тибете каменные храмы, а здесь, ну, вот, видно по стене, что это все, это все один слой досок. Все стены, все это однослойная доска. Теплый климат, зачем что-то большее? Тоже верно. Панорама. Ой, извини, ты не договорила, я тебя заглушил. Да ладно, в целом, просто хотела подвести резюме, что, да, выглядит довольно интересно. не назвала бы самым фотогеничным местом мира? Я же не говорю о масштабах мира, но в масштабах Мандалая, да. А, наверное, да. Хотя нет, я, я вру, я вру, я вру, я вру, там есть более фотогеничное место, очень известная инсталлокация, кстати. Есть, 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 храмы. Из камня, кстати, очень мало, в основном, в основном из дерева. Вот храмовые постройки, дворцовые постройки, в основном деревянные. Вот, когда я говорил, что у меня марцы любят, чтобы все было ярко, типичный храм, с светодиодной подсветкой просто везде. в колонны. Это Будда без подсветки центральной. Зато не центральные Будды. Это очень патриотичный Будда, уже автоблокитный. Вот, вот эта вот локация, тоже в Мандалая. Я, я когда вообще еду в какую-то страну или город, я смотрю, я ищу, куда бы сходить по Инстаграму. Смотришь, где, откуда больше всего фоток из Инсты, и туда идешь. И вот из этого места, вот из этих вот каменных волн было больше всего фоток. Если вы подумали, что это храм, то нет, то нет, это не храм. Вот эти вот каменные волны, золотые ступы. А это библиотека. Внутри вот этих ступ каменные таблички с разными древними текстами. Огромная каменная библиотека. Видите, все вымощено плиточкой, да? А теперь представьте, что вот тут черная плиточка, тропическое солнышко, плюс 35 за бортом. А место, библиотека священная, то есть нужно разуваться, ходить босичком. Да. Почему эта плитка выглядит так, будто бы она из супермаркета? Возможно, потому что она из супермаркета. Не знаю. Не, но я имею в виду, что подобной плиткой выкладывается пол супермаркета. Я про это. Я понял, о чем ты, Возможно, это банальная икеевская плитка. Не знаю. То есть сами ступы они древние, вот такие таблички они древние. Но опять же. Вот это выглядит интересно. Правильно, да. На каждой табличке инвентарный номер. Прям поверх древних письменов. То есть пофиг, что у нас... Немножко варварские. Мьянмарцы, насколько я заметил, пока что не особо парятся на тему сохранения культурного наследия. Все такое. До них еще тренд не дошел. Локация клевая. Но ходить босичком по черной плиточке летом, в жару удовольствие так себе. И рядышком через дорогу в библиотеке есть священный холм. Это священный холм. Нужно заходить босиком, опять же, в священное место, потому что буддистские, индуистские храмы там нужно разуваться. И вот этот холм, там несколько тысяч ступенек. ты внизу сдаешь обувь в камеру хранения там за пару монет в ящик складываешь и прешься пешком лет холм. Благо ступеньки под навесом некоторые. Вот прешься наверх, наверх, там на каждом ярусе свой будда стоит. Такие смешные будды, которые показывают. Смотри, опять белые идут. и второй такой чоу. Вот, и ты карабкаешься, 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 письмена какие-то, наверное, очень священные. Скарабкиваешься наверх, где, к счастью, не черная, но тоже довольно горячая плиточка. смотришь там на все вот эти вот мозаики, вид на город, очень, кстати, неплохой. Смотришь, гуляешь, фоткаешь, красиво, но как-то замахался взбираться, жарковато, ля-ля-ля, а потом, а потом ты видишь лифт, и оказывается, что если бы ты зашел с другой стороны этого холма, то можно было не топать по жаре по ступенечкам ножками, а просто взять и подняться на лифте. А опуститься на нем уже не вариант, потому что твоя обувь, она в камере хранения внизу лестниц, с обратно тоже ножками. Очень священные колокола, очень типичная буддистская атрибутика, ударь в колокол, очисть карму, покрути барабану, очисть карму, а вот то, о чем я говорил астрологи-хироманты, которые там действительно везде. Я почти уверен, что не каждому, по крайней мере, не местному предсказывают богатство, славу, удачу и так далее. Я не ходил. А вот это храм, который я нашел вообще случайность. Я катался по городу на мопеде, просто так без цели город посмотреть. Смотрю, какая-то прикольная штука, заворачиваю, а там заброшка. Деревянные кстати тоже. Ступеньки каменные, постройки, это все дерево. Да, оно тоже выглядит картонным, потому что там тоже везде однослойная таскаю, внутри пустой кулки деревянный сарай. Да, вижу, включаю. Если оно деревянное и заброшенное, то как долго оно там сохранится и не разрушается? Там невысокая влажность или как так получается? Да, там очень сухо. В отличие от соседнего Таиланда или соседней Индии, в Янме очень сухо. Мне кажется, это самая сухая страна из того региона. Там же вообще местами в центре реально как ты едешь, особенно под закат, когда солнце такое красное огромное садится, картинка как из Африки. Сухо, пустынно, слоники бегают. Дерево, 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 дерево. Дерево. Опять дерево. К сожалению, нагуглить какую-то информацию по локациям Янмы на понятном личном для меня языке сложновато. Если в том же Таиланде, в Вьетнаме, на Баре, каждый угол уже в TripAdvisor есть, в Инстаграме есть уже, про каждый домик, каждую лавочку, три статьи в интернете, то Янма туристами не пуганная, поэтому нагуглить, что это за храм, почему он заброшен, и что произошло, у меня не получилось, потому что в интернете Мьянмы инфы на английском, а тем более на русском или украинском практически нет. Юные монахи. Вообще в Мьянме монашеские одеяния, они не оранжевые, а бордовые. Я гуглил, в разных странах Азии и Уазии цвет монашеской традиционной одежды зависит от красителя, который был распространен в регионе. Все пытались плюс-минус в оранжевый, но не во всех регионах был доступный краситель природный, чтобы сделать везде одинаковый оранжевый. Поэтому где-то более оранжевый, где-то более красный. У Мьянмы бордовый у послушников розовый, а у монашек, у монахинь серый. Снова это библиотека. Сначала ты просто гуляешь, смотришь, потом ты делаешь позерские фото в Инсту. Еще позерские фото. Еще один деревянный, это уже не храм, это дворец, но туда можно можно с экскурсией, поэтому я не попал. Тоже оградка каменная, лестница каменная, а все остальное из дерева. Люблю такое, когда я сначала включаю фотографию, увеличиваю, потом листаю следующую, а там уже ближе кадр. Типичные ландшафты. Это я ездил на мост Убейн, самый длинный бомбовый мост в мире. Тоже взял в аренду уже частью мопед, потому что Мандалай более тур город, и там уже когда говоришь мотобайк, тебя понимают, что тебе нужен мопед, не мотоцикл, а именно мопед. Вот, взял мопед и поехал, и в Мандалайе нет светофона. Это большой город, там население, сейчас интернет скажет, я расскажу, что это население, но он большой. Так, интернет говорит, что 2 миллиона человек народу. То есть он дольше Харькова, и плотность населения там бешеная, естественная плотность трафика тоже бешеная, светофоров нет, трафик бешеный. И там я усвоил главное правило, хочешь жить, сигналь, просто пипикай, 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 когда выезжаешь на перекресток, пипикай, когда просто едешь, просто бибикаешь, начинается броуновское движение со всех сторон, со всех четырех сторон, потоки мопедов, которые сливаются, друг с другом переплетаются, взаимопроникают. Ты очень-очень медленно, очень аккуратненько, иногда даже отталкиваясь ножкой на минимальном газе, проезжаешь перекресток и катишься дальше. И так весь город. Мост Убейн, достопримечательность государственного масштаба, длиннючий, 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 длиннючий деревянный мост через озеро и огромнейшие толпы туристов. То есть весь мост полностью забит туристами, там еще закат над озером, естественно, закат приезжает еще больше людей, и под мостом все озеро тоже забито туристами, потому что те, кто не хочет толкаться, смотреть закат на мосту, толкаются в лодках и смотрят закат под мостом. Такого количества народу в Мьянме я больше не видел ни в одной локации. Место, наверное, интересное. Если я буду еще раз в тех краях, я, наверное, на закат не поеду, поеду днем или утром, чтобы хотя бы на мост посмотреть, потому что ты за людьми этого моста не видишь. Ну, понимаешь, что он огромный, он старинный, ля-ля-ля, но вот. Это я фоточку сбоку делал. Подсенить масштабы бедствия. Пиво для поклонников Лавкрафта. А это вот самая распиаренная, наверное, локация Мьянмы. Называется Баган. Он же Баган. И он в интернете во всех топах. Топ древних городов. Топ древних городов, которые сохранились в наших дней. Ля-ля-ля-ля-ля. Нет, это не он. Это городок перед ним. Там ночуешь, там ешь, там арендуешь транспорт. А сам Баган – это вот такая вот, я не знаю, как это правильно назвать. Такой тип местности Солана, наверное, по которой раскинула куча-куча-куча-куча-куча ступ из кирпича. И называть это городом не очень правильно, потому что вообще история какая. Был Мьянмыцай, который проникся идеями буддизма. И настолько проникся, что ему захотелось свое владение каких-нибудь священных текстов. Ну и он пошел с серией войной, чтобы, как истинный буддист, отжать у них священные буддистские тексты. Сходил войной. Кажется, на Таиланд отжал какие-то древние священные свитки. Вернулся обратно в тогда еще Бирму. И понял, что говно какое-то получилось. Кучу народу положил, большая война была. Такой, блин, что-то с этим делать нужно. Надо как-то карму почистить. Хм, как же мне почистить карму? И решил построить вот эти все ступы. Чем больше ступ я построю, тем у меня будет чище карма. Но там правитель был какой-то не очень здоровый на голову, поэтому он на постройку этих ступ просто занял кучу народу со всей страны. И многие там и заканчивались. И многие там в этих ступах и замурованы. Вот такой вот интересный мьянмарский буддизм. Чувак хотел очистить карму, в итоге натворил кучу-кучу-кучу каких-то правовых дел. И если знать эту историю, то боган, боган воспринимается немножко по-другому. Не какое-то там намоленное священное место, светлое, а немножко наоборот. Место интересное, я не спорю. Там куча этих ступ. Их реально там несколько сотен. На некоторые из них можно залазить наверх, обозревать. Раз, с каждым годом их все меньше и меньше, все чаще перекрывают лестницы, потому что ступы старые в Мьянме часто бывают из-за внутрясения. Они обваливаются, они осыпаются, а никому не нужно, чтобы европейский турист у тебя в стране там себя покалечил. Поэтому все больше ступ, которые просто недоступны для залезания на крышу. Там есть действующие храмы до сих пор, местные ходят, благовония возжигают. В общем, я там три дня катался, потому что там территория в несколько десятков километров на несколько десятков километров. Территория большая, и если хочется все рассмотреть как следует, то стоит дня три-четыре. Сам баган, он как бы условно бесплатный. Ты платишь за въезд в регион. Когда въезжаешь в этот регион, где находится баган, в какой-то момент автобус просто останавливается на КПП, и с тебя берут деньги. 25 долларов с носом. И все. Это недельный, кажется, пропуск, который можно обновить. Но внутри ты не платишь ни за что. Жирные бельмарские коровы. Мне объясняли как-то, что это не такие коровы худые, замученные, а просто такая порода коров. Которые просто всегда так выглядят. Они не наедают мясо. Я не спец по коровам. Тут ничего не скажу, но мне сказали, что так. Ты катаешься, поэтому катаешься. Дороги грунтовые. Катаешься, кстати, на электромобеде, потому что зона охраняется в плане экологии. И нельзя заезжать на транспорте с двигателем внутреннего сгорания. То есть только электромобед. И электромобед, даже после обычного скутера с Купика, он такой игрушечный. Он воспринимается как пластиковая игрушка. Он очень легкий, потому что двигателя нет, бензобака нет из батареи. Садишься на детскую игрушку. Максимальная скорость 30 км в час. Это так медленно, это так нудно. Но, как сказал мне интернет, если там вот слева от руля залезть под кожух и найти переключатель, то он может ехать 60 км в час. Правда, конечно, зарядно дохватает на меньшее количество времени, но можно. Закаты там красивые. И так как это почти полностью плоская равнина, есть ровно один холмик, куда на закате свозят всех-всех-всех твистов. Вид на закат и вид в другую сторону. Еще так умилило, когда я там был, там бегали местные детки. Не попрошайки, а они бегали с альбомом. Они собирали банкноты разных стран мира. Я спросил, гривны нужны, не нужны. Казалось, что гривны у них уже есть. Вообще, это было очень мило. Они не выпрашивали деньги, а показывали свой альбом. Показывали, какие банкноты, каких стран у них есть. И если у тебя есть что-нибудь, что у них нет в коллекции, то можешь поделиться. По-моему, это мило. Закат. Кто пробовал фоткать красивый закат на смартфон, тот знает, что фото нифига не передают. Вечером там в определенные дни, в определенных храмах устраивают концерты, барабаны, свечки, танцы. Но я за дни исследования локации так замахивался, что ночью просто ехал спать. И главная фишка локации – это полет на воздушном шаре. И я, когда узнал ценничек этого полета, сказать, что я удивился – это не сказать ничего. Какие варианты есть? Сколько может стоить полет на воздушном шаре над степью? Ага. Включил. Включил, слушаю. Когда, извини, количество шаров, вот, то там это целое, от 15 до 50 долларов где-то. Мимо. Еще варианты. В общем, ребят, 350. 350 баксов стоит полет на воздушном шаре над Баганом. А количество там просто большинство шаров, они без людей. Их специально для массовости, для видимости, что их много, запускают пустые шары, где один водитель шара. Да? И все. 350 баксов. Я на это посмотрел и пошел гуглить, где в мире это можно сделать дешевле. Так я попал в Каппадокию. Но это уже было потом. То есть, наверное, это красиво. Ну, виды самих ступ на шары тоже ничего. Так это внизу, это все желавшие посмотреть на шары. Все, у кого не хватило денег на полетать, приехали к одной из немногих оставшихся ступ, куда можно залезть на крышу и фоткались на фоне шаров. Очень красивое фото получаются, даже не с шаров. Насчет Багана есть интересное... Я не знаю, как это правильно назвать. Обман, не обман. Но вот есть популярный фотообман, что пирамиды Гизы стоят в пустыне. Хотя на самом деле они стоят в городе. С Баганом такая же штука. На многих фотографиях вот эти вот ступы Паганы... Загуглите Баган, кто может, вы увидите картинку, вот эти ступы, которые стоят ярусами. Как будто бы там холмы. На самом деле это фотошоп. Это фотошоп, либо просто фотография на плоскости, где некоторые приближены, некоторые длины. На самом деле из одной точки сложно увидеть сразу несколько ступ, потому что плоская длина, как тарелка. Вот обычно с одной точки ты видишь вот это. Ну вот максимум концентрации ступ. Снова свадьба. Мандала это выглядело как бричка. В Багане это выглядит вот так. Я думаю, это какая-то небедная свадьба, судя по количеству народа и слонов. Жених с невестой. Местные по внешности больше всего похожи на тайцев. Местные центрального региона. Местные северного региона похожи на лаосцев, на китайцев больше. Местные юга похожи больше на индийцев. Центральные, Мьянмарцы, они на вид как тайцы. Очень сложно потом сортировать эти фотографии. Ты делаешь десятки, сотни фото. Тебе кажется глазом, что это же другое. Это же другая ступа, это другой храм. А потом смотришь фото, а почему они все такие одинаковые? Еще в тех ступах, где открыт вход, где можно ходить внутрь, или где можно ездить на крышу, там дежурят местные. Их как бы гоняют, потому что официально это нельзя. Но они либо просят доллар-два, и тогда тебя проведут на крышу, покажут где-то блесенка, а иногда ее найти непросто. Либо просто довольно навязчиво продают такие браслетики, сувениры, открытки. Жители местных каких-то сел, поселков совсем мелких, они просто приезжают туда наживаться на туристах. И иногда это неприятно, потому что ты заехал в дальний угол локации, нашел какую-то уединенную ступу. Думаю, ну сейчас зайду внутрь, посижу там, тишину послушаю, помедитирую, понаслаждаюсь атмосферой. И тут тебя открытки, браслеты, вееры, юбки, ткани, что угодно. Никакого тишиневого дня, ни речи не идет. Так. И у меня снова прекрасный глюк, когда с какого-то момента фото перестают листаться. Сейчас я перезапущу фотографии. Не знаю почему, но такое бывает, листая, листая, листая фото, и дальше они не листаются. Сейчас немножко еще помучаю вас древними камнями. Так, куда, куда пошел? Вот такие штуки встречаются. Странные. Штука странная, но четко видно, что это мальчик. А теперь еще вспомните, что это все, по сути, жертвенники, что там люди умирали, что все это на крови стоит в основном, ощущения. Более миролюбивые излаяния. Это уже гробницы СБИС. В общем, место любопытное. Место очень любопытное, очень своеобразное. Ну, опять же, я советую туда ехать, если вы что-нибудь водите, желательно двухколесное. Потому что, да, там есть опция взять в аренду велосипед. Но шарится по этой степи на велосипеде, по 30-ти плюс градусной жаре. Мне кажется, удовольствие так себе. То есть я видел там людей, которые это делают. Которые действительно мотаются по этому всему на велосипедах. Я до такого не прокачался. Или можно взять в аренду авто с водителем и будут катать на автомобильчике с кондишеном. Но стоит это на порядке дороже, чем мопед в аренду. Это уже просто в городе. Это уже не Баган. А это фотоганги. Я не знаю, куда нас это попало. Можно будет перекинуть папочку с Индией. Вот, видите, справа внизу открыточка. Но таких видов в реальности там нет. Это фотошопчик. Такой концентрации больших стулб. Вот такое, да. Такое можно увидеть. Вот такое нет. Ожидание. Реальность. Да, реальность тоже симпатичная. Не спорю. Но не так, как на открыточке. Камни, 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 камни и солнце. Камни и солнце и пыли. Вот так можно сейчас ходить. Да, еще там очень пыльно, поэтому катаешься в основном в маске. И холодно. Днем жарко, ночью холодно. Пустенько. Немножко крепотый на нашем канале. Реконструкция. Реставрация по-мьянмарски. То есть, когда там смесение было очередное, сильное, многие ступы были подросы, обрушения, что сделали местные? Просто просто цементиком золотали. Сейчас кое-где сошкребают слой этого цемента в современном штукатурке и под ним находят какие-то древние росписи. Но не доросли там еще до того, чтобы ценить хорейш. Возможно, доросли в данный момент. Я был в 18-м году. Возможно, уже доросли. Может быть, еще дорастут. Но в то время ляпнут штукатурочки на какие-то росписи, которым пара сотен на то и тысячу лет. Да, легко. Пожалуйста. Немножко мексиканских пейзажей. Скоро эти камни закончатся, да. И это я процентов 70, наверное, фото удалил. Я сортировал их еще. Храмы и храмы. Вот храм. И туда можно зайти и посеять, посмотреть. Но вот тут на входе сидит чувачок, который явно готовится тебе что-то впаривать. С местных они не трогают. А вот стоит подойти туристу и понеслась. Ну вот. Многие лестницы, к сожалению, огорожены. И вот следят таблички, что древние монументы были построены много столетий назад. на наши наше ценное культурное наследие недостаточно крепкое, чтобы выдержать вес посетителей. Поэтому посетителям не разрешается подниматься на монументы для безопасности и бла-бла-бла. Для безопасности и избегания опасных ситуаций. Жаль. Жаль, потому что когда смотришь на Maps.me карту Багана, там отмечено, ну где-то половина ступ отмечено, что можно залезть наверх. С каждым годом их все меньше, 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 меньше. Соответственно, на тех ступах, которые остались доступны, людей с каждым годом все больше, 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 больше. Автобусная остановка. Ехал в следующую локацию, вот такая вот остановка автобуса и тетушки продают условные пирожки. Фрукты, рисовые чипсы, всякое такое. Еще одна крутая локация. В общем, много крутых локаций я посетил не все, я парочку оставил за бортом, потому что не хотелось голопом по Европам, не хотелось поставить галочку, чтобы бежать дальше, поэтому я выбрал самое-самое-самое интересное. А некоторые вообще не трогал. Вот одна клевая локация озера Инле. Это на северо-востоке. В Мьянме есть озеро, на котором живут люди в смысле на воде, плавучие деревни. В чем прикол? Это беженцы. Это беженцы из Лао, когда в Лао была война США с Вьетнамом. Тут бежало довольно много людей в соседнюю Бирму, Мьянму. У них у многих не было документов, паспортов. Без паспорта по законам Мьянмы не можешь жить на мьянмарской земле. Как вы выкрутили все эти ребятки? Построили дома на воде. Все. Законом не запрещено. И вот они живут на воде, они на воде строят дома, они на воде выращивают огороды. я такого нигде не видел. Собирают со дна водоросля с косой специальной и потом вот делают огороды на воде. Из водорослей на сетках формируется плодородный слой и на него высаживают огурчики, помидорчики. Это огород на воде, плавучий огород. Я не знаю, может где-то в мире еще такое есть, наверняка есть, но лично я такого больше я не видел. Чувак опрыскивает чем-то. Это генмарские дачники. Собирают водоросли. А еще они там очень интересно грибут ногой. Это не какой-то отдельный товарищ, это действительно фишка местности, они там все вот так одной ногой подгребают. И там люди живут, там магазинчики на воде туристов возят, там храмы, там фабрики, там делают офигенные сигары с местный табак. У меня они выращиваются свой, и они из бананных листов крутят очень крутые сигары. Очень-таки ароматные, хорошие. Есть заброшечки. Я так понимаю, там прирост населения сейчас особо нет, потому что молодежь все-таки оформляет документы и перебирается в большие города ближе к цивилизации. движки на этих лодках мне почему-то кажется, что это не лодочный движок, хотя я могу ошибаться, но есть у меня впечатление, что-то что-то ретракторное. Вот девушка крутит сигары. Я там набрал этих сигар, пакет, ходил, кайфовал. ткацкая фабрика, там же тоже здание на воде, фабрика на воде. И вот на таких старинных станках кут-кут ткань. Пардон мою тавтологию. Естественно, там же все это продается, ткань, рубашки, сумки, накидки, эко-шопперы. Я там рубашечку купил, до сих пор со мной это просто залит на чилумы. Какие чилумы? Кстати, о чилумах в Мьянме. Я это не фоткал, в Мьянме на многих улицах много красных пятен, красных клякс. Это плевки. Местные повсеместно, просто каждый второй на жую бетель. Бетель это такой легкий наркотик из ореха, специальный орех, листья бетеля, гашеная известь, что-то еще. На улицах стоят такие киоски небольшие, передвижные, где прям при тебе это все смешивают, балловый листик заворачивают, маленькую такую квадратную таблеточку в рот кидаешь и жуешь. И слюна от этого получается ярко-ярко-ярко-ярко красная, краснючая и сплевывается на землю. Поэтому у многих зубы красные, во-первых, от бетеля, во-вторых, на земле такие кровоподтеки, потому что жуется и сплевывается. Но вернемся к чулам. Чулмы клевые. Храм на воде. Там рынок на воде есть огромный. Естественно, птиц зафигат. По этому озеру бегают экскурсии. Ты можешь экскурсию взять чисто в деревню, а можешь взять обзорного по озеру, это большое озеро, куча птиц, красивейшие рассветы, красивейшие закаты. На экскурсии давай три раза. Один раз на рассвет, один раз на закат, один раз просто покататься стоит копейки пять баксов кажется. Столько кайфа получаешь. Котики. Храм котиков. Все опять же из дерева. вот такие камеры очень люблю делать. Живу я. кстати, вот в той части Мьян, вот север, там уже прохладно, я надевал куртку. Особенно на рассвет, на закат ощутимо прохладно. Уже не 35, по-моему, меньше 20, а ночью и меньше 10 бывало. Да, очередной неоновый Будда. Рыбаки позираю. Днем они ловят рыбу, а вечером на закате к ним возят туристов и они позируют, потом подпугают в тебе и ты ему кидаешь сколько есть. специально советую для таких случаев иметь в карманах мелочь, а то может оказаться неловко, что мелкого с тобой ничего нету, а денежку дать нужно, человек старался, позировал, позируют прикольно, кадры очень клевые получаются. Я не считаю зазорным за такое давать деньги, не считаю упрошайничеством, вымогайством, спекуляцией на культуре, я читал в интернете гневные тирады от особо высокоморальных личностей, что фу-фу-фу, это попрошайничество, нет, человек тракет свое время на то, что позирует тебя на фото, почему бы не дать ему за это денег. Это тоже работа, можно называть это работой фотомодели, тем более какие кадры клевые, да, да, в Мьянне, помимо хорошего табака, в том числе внезапно хорошее вино, оказывается, там в высокогорных областях, в горных областях есть виноградники, и очень-очень-очень-очень неплохое белое винишко, красное так себе, а белое очень-очень-очень-очень, я до этого, ну я до этого вообще мало чего узнал в Мьянне, а так я узнал, что в них хорошее вино. Они его, по-моему, не экспортируют, это чисто для внутреннего пользования, но сходить можно на дегустацию пробовать. И последняя локация этой волшебной страны, это первая столица, город Янгун, Рангун. Кстати, я вначале сказал, что астрологи сказали перенести столицу. Столицу они перенесли, и через два года после этого предыдущую столицу накрыл мощнейший циклон. Мощный циклон, наводнение, ливни, ветер, там куча всего была порушена. То есть астрологи, либо им повезло, либо они реально что-то знали. Янгон – город, который местами похож на Британию. Наверное, потому, что это бывшая колония Британии. Вот эта площадь, она особенно британские вырегает. Кадас такой между Мадалайом и Янгоном чувствуется. Еще местами он почему-то очень напоминает Питер. Не знаю почему, вот чисто по моим ощущениям, когда я гулял по городу, здесь застройка 18-го века, есть застройка 19-го века, есть застройка 20-го века. А этот дождь пошел. Там сухой сезон, бывают редкие, но очень меткие тропические римы, стена воды. Идет час-два, но там то ли с ливневками проблема, то ли просто канализация старая не справляется. Полчаса дождя и вот такое. Вот такое. Ага. Получается, другая часть той же страны, где, ты говорил, что очень сухо, поэтому деревянные строения остаются. А это юг. А то есть там настолько большая разница между севером и югом? Ага. По климату, да, очень контрастная страна. Мандалай, это был вот север центра. Озеро Илье, это был север, северо-восток гора. А это юг, это уже возле... Блин, чтоб я помнил, какое у них море. Нет, у них, кажется, не море, у них... Бенгальский залив. Вот, на берегу Бенгальского залива и там влажность крас-высокая. Прошелся дождик. Я такое у нас видел в Синферополе как-то. И одесситы говорят, что у них такое бывает иногда. В Одессе я не наблюдал, а в Синфере такое наблюдал. Стоит увеличить. Через пару часиков это все стекает обратно в залив. Кстати, в Янгоне в основном либо христианские храмы, либо буддийские ступы, а в Манделае в основном индуистские храмы. Церковь... То ли сердце Христу... Не, а... Святой Екатерины. Вот, Церковь Святой Екатерины. Я не знаю, зачем вам эту информацию. Найблга. Отель Фатерланд. Набережная Янгона, то есть бывший британский порт. Один из центральных портов Азии. Это геккончик. Просто геккончик. Просто типичная азиатская живность, которая где бы ты ни был, всегда будет рядом. И главная локация Янгона это Пагадабрин. Забыл название. Сейчас быстренько загуглю, посмотрите пока на эту красоту. Шведогон. Шведогон это офигенно большой, офигенно красивый и нифига непонятный храмный комплекс. Это большая закрытая территория, в которой куча-куча ступ. Там хранится несколько главных реликвий буддизма. Зуб Будды, кажется, ноготь Будды и что-то там еще Будды. Вот. И каждая каждая постройка что-то означает. На входе тебе выдают объемный путеводитель, где расписано подробно, какая постройка, что означает, чему это посвящено, какой там ритуал нужно совершать, если ты верующий. Я пытался в это вникнуть, у нас слишком много информации. Поэтому я потом уже прочитал. Сейчас у меня дома эта брошюрка лежит. Там на месте я посмотрел. Ладно. Погуляем, пофоткаем. Зонтики бесплатно выдают все очень клево, потому что солнышко все-таки жарит. Там большая-большая-большая-большая территория. Куча-куча-куча-куча разных ступ. Они все максимально разноплановые. Вот, например, это Будды дней недели. Написано Санды и Конор уголок воскресенья. Если ты знаешь, в какой день недели ты родился, подходишь к Будде своего дня недели, поливаешь его, по-моему, восемь раз, поливаешь его водичкой из чашки, сжигаешь благовония, возлагаешь цветочки и очищаешь карму. Это единственный ритуал, который я делал в этой памяти. Он самый плюс-минус понятный. Ну, и там есть инструкция в английском. Там еще поливаешь верхнего Будду, поливаешь нижнего Будду. Вот какая между ними разница, я уже не понял. Очевидно, какая-то разница есть. Вот тут, кажется, зуб Будду хранится. В общем, я бы эту локацию назвал очень красиво, но ничего не понятно. Ну, вообще, это такая Ямарская лавра. Главный религиозный комплекс всей страны. Да. Слышала историю, что этот зуб Будды был, в общем, причиной для некоторого количества конфликтов соседних, кто его будет обладать. И вот этот вот комплекс вообще построили британцы, ну, скомандовали, чтобы уже все святыни в это место сложить и сказать, так, ребята, центр тут, уймитесь. Так, во-первых, там четыре реликвии. Я открыл Википедию, да, там посох, водяной фильтр, водяной фильтр, часть туники и восемь волосков. Причем, вот посох, часть туники и фильтр, это других воплощений Будды, а восемь волосков самого Гаутамы, то есть, вот, самого-самого первого. Засчет британцев, ну, интернет мне говорит, что она была основана две с половиной тысячи лет назад. Ну, может, не построили, а сказали так, ребята, все сложили тут, хватит уже туда-сюда таскать, потому что этот зуб носили туда-сюда и вот это был символ, что это самый правильный правитель. Интернет мне говорит, что британцы, наоборот, пытались там разграбить и пытались вывести там самый священный колокол в Калькуту вывести, то есть, в Индию, но лодка затонула, для британцев сказали, что, ребят, окей, забирайте себе, только со дна поднимите, так что не знаю, не знаю. Ну, значит, надо поискать источники информации, те, которые я искала, те, которые тебе попались просто ради интереса. Можно, можно. комплекс Швитагон тоже пострадал от землетрясения. Землетрясение у них было последнее мощное в в в в в 31-м году. А в в 31-м году у них было землетрясение и пожары очень сильные. Швитагон тоже пострадал и его восстанавливали. Скидывали соседи. Собственно, галерея, посвященная восстановлению, фактическая восстановление комплексов. Да, у них часто бывают пожары, особенно в религиозных постройках. С чего? Потому что сухо и все деревянное. Впечатляющий комплекс, действительно впечатляющий. И там бы ходить и ходить, но жарковатенько. Я там буквально пару часов, наверное, походил, немножко в ингресс поигрался, пофоткался и пошел в тенечек. Ну, очень красиво. Говорят, он еще очень красивый в ночной подсветке, но мне уже не хватило сил и ресурсов на то, чтобы дождаться. Я просто утром приехал туда, если бы я знал, то я бы приехал где-нибудь под закат, чтобы посмотреть подсветку. Но я приехал утром, поэтому до вечера уже просто не выдержал там поливание Будды. К сожалению или к счастью, ни я, ни Фрам не относимся к тем людям, которые в таких комплексах или в музеях читают надписи и таблички. Я думаю, что если туда пойти, будучи человеком, который читает все надписи или с таким человеком, там можно застрять на весь день. У меня есть знакомые, которые в подобных местах читают все-все-все-все подписи, надписи, таблички. Если идут какие-то брошюрки, то еще и брошюрки сверяют, читают. Я обычно либо до посещения гуглю, что это, зачем это, либо уже после посещения гуглю. А я буду в таком крутом месте, прикольно. Все. На этом у меня у нас все. Я, получается, там был в трех городах и одном поселке. Помимо этого, там, я уже говорил, есть курорты очень крутые, курорты на берегу Бенгальского залива. Там есть золотой камень, известная фотография, может, видели в интернете. Такой огромный булыжник позолоченный над обрывом висит, как будто вот сейчас свалится. Это тоже там же, это тоже в Мьянме. Правда, там есть один нюанс, к нему нельзя подходить женщина. Мужчина подходить к нему можно, а женщина – зась. Вот. И если кто-то мне что-то хочет сказать, спросить по Мьянме, то я открыт для ваших предложений. И вот я дешево. Хорошо. Хорошо. Хорошо, тогда я могу на сегодня закруглиться. Могу что-нибудь еще одно показать, рассказать из стран, из стран, которые я… Ага, да, вижу руку. Ага. Сказать, что, в принципе, если тебе не тяжело, то можно действительно что-нибудь небольшое показать. Вот, если остальные не против. Потому что интересно посмотреть. Извиняюсь, что я сегодня не очень активна, но меня что-то… немножко накрыло. Ну, смотрите, слушайте, интересно, действительно. Правильно, у нас сегодня вообще катаритаризм. Я просто вот думаю. У нас сегодня… У меня сегодня эфир повторения, потому что про Мьяну я уже рассказывал. И можно что-нибудь показать и рассказать из того, что тоже… Тоже уже было, чтобы люди, которые постоянно эфир бэкетом слушают, не чувствовали себя обделенным. Сейчас я выключу запись. Так что оно!? Ненавидимюсь так событием.. У нас …